Так, еще 15 минут и пойду. Макс, Дианка, кто-нибудь помогите мне, пожалуйста, я тут немножечко нараспечатывала. Значит ты нараспечатывала, а нам помогай. Что у тебя там? О, проголосуй, мальчик или девочка. Ну тут ясно дело, будут два мальчика. Можно я, можно я проголосую, будет две девочки. Дайте мне ручку, я сейчас напишу. Да стойте, подождите, я говорю, помогите мне развесить, они набросились, позже проголосуйте. Тем более, что тут голосовать, будет мальчик и девочка, это уже ясно. Ага, откуда ты знаешь, ты что экстрасенс? Ты что, через живот у мамы все видишь? Нет, два мальчика будут. Сюда вешать или повыше? Ну, говори ты уже, я устал держать. Да, Макс, так нормально, оставляй. Дети, а что это вы такое делаете? А мы тут делаем гендер пати, мам. А эту картинку куда? Гендер пати? А зачем? Ну как зачем, мам? Мы хотим знать, ты же сегодня на УЗИ пойдешь. Тебе скажут, кто будет, мальчик и девочка, или девочка и мальчик. На УЗИ сегодня, да, но не факт, что скажут, может опять не покажется, а может в следующий раз только, так что зря вы тут все. Здравствуйте, дорогие мои, так, чего тут зря-то все, а? Ну, чего, сходила уже, нет? Я тебе тут костюмчик прикупила, смотри какой классный. Смотри, какая надпись, лучшая мама на свете, ну-ка на примерь. Мам, да ты что, да не надо. Я говорю, надевай давай. О, все, пять минут осталось. Мам, потом надену, хорошо, мне пора на УЗИ. А то опоздаю еще. А, так ты только пошла, давай, удачи тебе. Так, ребят, что вы тут делаете? Мальчик или девочка, проголосуйте. Тащите ручку, известно же, две девочки будут у нас. Бабушка, и ты туда же, да все вы проиграете, я же говорю, будет два мальчика. Две девочки, бабушка, подвинься немножко. Ага, вот так, все, бабушка, ну, готова встречать маму. Ди, а где там надо написать, что у меня две сестренки будут? Ага, вот тут. Даник, дай мне, ты все равно неправильно напишешь, я напишу, что будет два мальчика. Макс, отстань от него, каждый пишет, как думает. А когда мама сходит на УЗИ, мы узнаем, кто выиграет. Я следующая за карандашиком в очередь. Я знаю, кто точно будет. О, все в сборе, всем привет, кого не видел. Ну что, я еще не опоздал? Мама еще не вернулась? Не, пап, только недавно ушла. Ты это, вот, подходи сюда, тут проголосовать надо. А, у вас тут вечеринка намечается, что ли? Пап, ну ты чего? Сегодня же мама должна узнать, кто будет. Мальчики, девочки или мальчики-девочка. А, ну это я знаю, давайте сюда, где там надо что писать. Здравствуйте, ой, я, наверное, не в тот кабинет. Здравствуйте, это почему не в тот? В тот. Проходите, пожалуйста. Вы на прием или на УЗИ? Я на УЗИ. А где мой доктор, она сейчас подойдет? Садитесь, не волнуйтесь, сегодня я ваш доктор. Лето, время отпусков. Так что я за нее, не волнуйтесь. Я прекрасный специалист. Ага, все ясно, хорошо, мне ложиться? Да, да, ложитесь, пожалуйста. Ага. Так, по документу у вас второе УЗИ, уже, может, видно будет пол. Вам сообщать? Да, да, хотелось бы. Только можно, пожалуйста, на бумажке, так, чтобы я не видела. Сюрприз, но этот гендер-пати будет. Так, чтобы вы не знали. Ага, хорошо, конечно, напишу вам. Так, вау, так у вас двойня? А, да, вижу запись об этом, ага. Вы знали, да? Два малыша у вас. Да, да, доктор, что двойня, я знаю. Интересует пол. Только не говорите мне сразу, напишите на бумажке. Так, пол, 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 ага, здесь ясно кто. Ага, показались, показались, молодцы. Вот, держите запись, со здоровьем все хорошо. Пол, узнали. Так, запечатаю, чтобы ничего не видно было, а то из любопытства подсмотрю. Спасибо, доктор, вам большое. Не за что, так, через месяц вас ждем. Так, пока сюда положу, нужно позвонить знакомой. Она обещала мне на гендер-пати испечь торт. И тогда мы узнаем пол наших малышей. Так что эта бумажка больше для нее. Ого, какое у нас тут собрание. Ура, мама пришла, мама пришла. Ну что, кто там, кто там, кто? По голосованию у нас лидируют мальчики. Вообще-то по голосованию у нас спорный случай. Мам, ну не тяни, ну скажи. Не скажу. В смысле? Почему? А потому что я хочу испечь торт. Точнее не я, а моя знакомая, которая занимается выпечкой тортов. И только она сегодня узнает, кто у нас будет. А мы с вами вечером соберемся за столом, разрежем этот торт, и вы все узнаете. Гендер-пати так гендер-пати. Да ну, мам, ну мне хотя бы скажи, хочу узнать, я выиграл или нет. Так, нет-нет-нет, все по-честному, никому не скажу. Тем более я и сама не знаю. Доктор мне тоже ничего не сказал. А где мой телефон? Сейчас я ей наберу. Ну тортик так тортик. Подожду до вечера. Тем более я все равно знаю без всякой пати, что будут две девочки. А пока кораблики попускаю, только у меня кораблика нет. Ой, бумажка какая-то, из нее кораблик и сделаю. Это, наверное, чек из магазина, он все равно никому не нужен. Интересно, поплывет или утонет? Хе-хе, плавает. Ой, утонул. Эх, так не научился делать кораблики. Пойду у Макса попрошу, пусть мне кораблик нормальный сделает. Лео, да, все готово. Ага. А где? А где справка, бумажка от врача? Ветром сдуло что ли? Нет? Подождись, да, да. Внештатная ситуация. Ага, я тебе перезвоню. Семья? Кто видел бумагу, которая лежала на столе? Кто ее забрал и подсмотрел? Ты, Макс? Тьфу, мам, я у себя в комнате был. Какая бумага-то? Что там за бумага? Это бумажка от доктора. Там написано, какой пол детей для гендер-пати, для торта. Па, мам, я не трогал. Даня бегала с какими-то бумагами, просила меня кораблик сделать. Но я ему и сделал. Только я ему бумагу из своего старого дневника вырывал. Ну, не знаю, мам, спроси у него. Мам, чего? Макс мне такой кораблик сделал, он у меня плавает в ванной. А который я сам кораблик сделал, он у меня, представляешь, утонул сразу. Так, это я поняла. Даник, а где ты взял бумажку для первого кораблика, который утонул? Вот тут какой-то чек валялся, я его и взял. Вот тут, значит, чек валялся, ага. Ага, ладно, Даник, так, сейчас что-нибудь придумаю. Что такое, мам, что-то случилось? Даник, немножко случилось. Это была не бумажка, не нужно, и не чек из магазина. На этой бумажке было написано, результаты УЗИ. Какой пол у детей? Эта бумажка предназначалась для моей знакомой, которая делает торты для гендер-пати. Но ничего, Даник, я обязательно что-нибудь придумаю. Ой, извини, мам, я не хотел, я просто читать еще не очень умею, так бы я уже знал, кто будет. Эх, а я даже не посмотрел. Мам, а может там видно еще? Она там, на дне ванной. Пойдем посмотрим, Даник, но мне кажется, что все там уже расплылось. Ну да, ни одной, ой, буковки нет. Алло, да попозже, да-да-да, ну ты пока начинай выпекать, ну без начинки, я не знаю, коржи хотя бы. Да бумажку потеряли, ну как потеряли, испортили. Ага, давай. Так, семья, я скоро вернусь. Даш, ты куда опять, Даш? К макдоктору пошла, потому что Даник бумажку, где написано полдетей, в ванной утопил, краска размылась и ничего не видно. Вот это да. Ну, Даник, молодец сегодня ты у нас. Чего я, пап? Я не хотела, я просто не прочитала, потому что не умею. Я думала, это ненужная бумажка. Мама сказала, ничего страшного, она сейчас сходит к доктору, а мне еще напишет. Ладно, Даник, да я не ругаюсь, в следующий раз будь внимательней. И спрашивай про бумажки, вдруг это что-то важное, как сегодня. Хорошо, пап. Так, ну ждем тогда. Извините, доктор, ой, у вас занято, мне срочно. Что такое, что-то не так? Да все так, доктор, напишите, пожалуйста, еще раз полдетей, а то бумажка потерялась. Ну что ж вы так неаккуратно. Да, хорошо, сейчас напишу. Так, где ваша карта? Спасибо, доктор, больше не побеспокою. Ну все, теперь я эту бумагу из рук не выпущу. Алло, да, все, ага, можешь приходить, да. Ага, завзяла еще одну справку, да. Все, жду. Ага, ага, все, все, иду, открываю. Чего это у них тут все? Бумаги валяются, дети опять раскидывают, бегают. Ой, не порядок. Вот теперь порядок. Выронила, где-то выронила бумагу. Так, прихожей нет. На кухне тоже. А здесь, мы же здесь, вы не видели. Я с бумажкой шла-шла, она у меня куда-то выпала. Даш, ну не нервничайте так. Ну чего ты? Бумажку я не видела. В туалете только какая-то валялась, дети, наверное, попу вытирали, вот, не выкинули. Но я ее смыла. А так, ничего нигде не видела. А что опять случилось? В туалете? Точно, я с ней в туалете разговаривала. Что говоришь? Нет, мама, нет. Не, не, не смыла? Почему не смыла? Смыла. Я на кнопку нажала и посмотрела, чтобы она туда улетела. А чего опять такое-то? Тебе что, туалетную бумажку, использованную, жалко? Даш, ты чего так нервничаешь-то? Мам, это не туалетная бумажка была. Это справка от доктора вторая. Где был написан пол наших малышей. Что мне, третий раз доктору идти? Скажи, что я сумасшедшая. Мам, так может ты у него просто спросишь, кто будет, да и все. Ты же потом не забудешь и сама себя не потеряешь, как эту бумажку. Макс, ну я хотела торт. Хотела, чтобы был сюрприз, чтобы никто из нас не знал. А когда разрезали бы, тогда бы и увидели. Ладно, ничего. Доктор еще работает. Сейчас я быстро за этой справкой сбегаю. Так, только семья. При обнаружении непонятных, незнакомых бумаг разворачиваем, смотрим и читаем, что это такое. Только потом куда-то деваем. Поняли все меня? Да, ага. Ну и хорошо. Доктор, доктор, я извиняюсь. Доктор, а где доктор? А что теперь делать? А как же это, пати, гендер? Ну вот, здравствуйте, приехали. О, опять вы. Вы сегодня что-то зачастили. Что в этот раз? О, доктор, вы еще здесь, вы не ушли. В этот раз то же самое. Не могли бы вы мне, пожалуйста, дать еще одну справочку, где написано будет, какой пол у моих детей. Я и вторую случайно потеряла. А что ж вы так неаккуратно-то? Так, давайте договоримся. Я вам даю третью справочку. Если вы ее теряете, то я вам вслух называю пол ваших детей, хорошо? Тем более смена у меня уже заканчивается. И за четвертой справкой вы просто не успеете. Простите, доктор, простите, что так получилось. Да, еще одну справку и все. Я уже ее-то никуда не дену. Я прям пойду сама и ей отнесу. Мам, мам, а долго еще ждать? С минуты на минуту должны принести будут. Так, а что у нас тут по голосованию? Ха-ха, мальчики практически побеждают. Я сейчас второй раз проголосую. У меня же две руки. Сейчас второй напишу, что две девочки будут. Второй рукой нельзя. Ты же один. Я вот ногами могу написать, что еще мальчики будут. И тогда мальчики победят. Вы спорите? Все равно уже известно, какой будет пол у ребят. Так что спорить бесполезно. О, а вот и курьер звонит. Алло? В смысле? Ну и что, что упал? А, расплющился? Прямо в асфальт? Круто, приносите изменения. Повернете все, где нужно выражение. Понятно. А вы знали, что это был гендер пати торт? Да, скажите, пожалуйста, каких цветов внутри теста? Что видите? Половина розового, половина голубого. Спасибо. Кто это, мам, что? А курьер ехал на велосипеде и упал. Торт об асфальт размазал. Ну вот, я вас всех и себя поздравляю. У нас будет девочка и мальчик. Судя по цветам, размазанным по асфальту. Да, ну хоть одна девочка-то будет. И хоть один мальчик. Сразу и дочка, и сыночек. Отлично. Ну а торт ничего. Я сейчас в магазин сбегаю и куплю. Да, сестренка и братик будет. Папа, беги за тортом. Целый день настраивались чаю с тортом попить. А вы, ребята, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал Дренелка ТВ. И смотрите новые, самые интересные серии. О, Кать, а мы пока бегом приветы передавать, пока папа в магазин бегает. Первый приветик наш Жартовской Софии. Приветик. Приветик Карина. Приветик Евке и Конфетке. Приветик Сане и Маше. Приветик Лере. Приветик Муслиме и Мунисе. Приветик для Хаги-Ваги. Приветик Оружан и Амини. Приветик Адиля. Приветик Зайчик-Лав. Приветик Жене Петровной. Приветик Вике и Кристине Приветик Маргоша Приветик Мелик Приветик Кошке Кэт Приветик Арине Котик Приветик Ангелине Корейской Приветик Веронике Приветик Сабина с третьего А